И военные эксперты это оценивали. Большинство сходятся на том, что действия, ну не знаю, путчистов, или как их там еще можно назвать, людей, которые хотели этот переворот совершить, они не отличались логикой. Вот на ваш взгляд, вы видели логику в тем, что они делали? Или все-таки вы тоже заметили какие-нибудь странности в том, что происходило и как происходило? Проблема здесь в том, что военные эксперты, как правило, государственные перевороты сами не организуют и не слишком поэтому в них разбираются. Логика, о которой они говорят, это рассказ пикейного жилета о том, все-таки надо или не надо класть палец в рот тому или другому мировому политику. Ильф и Петров про это все уже описали. Извините, ребят, но это так. Нету таких профессионалов, и у нас их нет, и в Турции их нет. Расслабились. Больше не умеют совершать военные перевороты. Раньше-то получалось. Получилось с другими людьми, не с Эрдоганом. Раньше они привыкли к тому, что вот лоицизм, кемализм, армия гарант, чуть влево шаг, вправо шаг, какая-нибудь исламистская партия пытается прийти, цыкнули на нее, и она в ракушку ушла под камень. А уж дальше они будут решать. А если нужно серьезно воевать? А если нужно брать, что называется, штабные квартиры? А если надо перестреливаться с теми группами военных, которые поддержали бы, если бы Эрдогана сразу ликвидировали, захватили в плен или изгнали? А если он и не убит, и не изгнан, то все. Вы знаете, по оценке наших коллег, Института Ближнего Востока, все провалилось, когда группа, которая должна была уничтожить, либо захватить в плен Эрдогана на курорте морском, где он отдыхал, не выполнена своей функцией. На эту тему они вспоминают заговор Штаффенберга. Вот он, третий рейх, все хорошо, но есть одна морочка, Гитлер выжил, и все. И тут же от заговора начинает откалываться один генерал, другой генерал, потом идет поток, потому что фюрер выжил. Нет никакой разницы между тем, что происходит в отношениях фюрера турецкого народа со своими военными, и происходило в 1944-м у фюрера немецкого народа со своими военными. Ну, подождите, сегодня говорят о том, в том числе и наши гости, что на самом деле на стороне Эрдогана большинство правящие военные верхушки, а взбунтовались-то такие средние звенья. А вы, я так понимаю, говорите о том, что... Ну, знаете, что ваши гости очень плохо знают, что происходит. Это правильно, в армейском командовании. Что там происходит? На то они и гости. Ну, чего гости? Несчасть алмазов в каменных пещерах, несчасть жемчужин в море полуденном. Никогда никто путчи не проводит, военные перевороты руками высшего военного руководства. Вот так не бывает. Так не бывает ни в Латинской Америке, ни в Арабском мире, ни в Африке, и в Турции так не бывает. У вас идет сначала тот, который подходит под категорию настоящий буйный, которых по-настоящему мало. Ну, вот в данном случае у нас был военный прокурор, группа высших офицеров 1-й полевой армии в Стамбуле и группа 4-го армейского корпуса в Анкаре. Совершенно, кстати, непонятна степень участия начальника генштаба. Которого взяли в плен, да? Да то ли он был взят в плен, то он был освобожден и приступил к выполнению обязанностей. А потом пришло сообщение, что он больше не начальник генерального штаба. Есть сегодня и о начальника генштаба генерал Дундар. Что говорит о том, что либо он был ранен, причем достаточно серьезно, в ходе военных столкновений, либо он сам участвовал в попытке путчи. Но два пишем, три в уме. Вот если ликвидировали лидера, ура, новая власть, дальше задача только делить посты между генералами, а если не ликвидировали? О-о-о, и тут все, что называется, отползают под корягу. Ну, так жизнь устроена, мир так сложен. Кстати говоря, ведь генералы, генштаб, руководство армейское во всех видах категорически были против операций в Сирии. У Эрдогана была и фронта, и скрытый локаут, такая итальянская забастовая, вот чего угодно. Но армия очень плохо относилась к идее о том, что они в Сирии начинают военную операцию за Алиппо. Вот совсем плохо. Да и, кстати, Масул их тоже не радовал. Они прекрасно понимали, что Эрдоган себе империю строит, а умирать будут они. Разрыв отношений с курдами, начало крупных терактов, постоянная, очень кровопролитная, в том числе для жандармерии, полиции, армии, зачистка далеко не только для курдов, на юго-востоке Турции, курдских населённых пунктов. Это всё создало абсолютно взрывную обстановку. Другое дело, что те, кто готовил пучи, они были людьми мудрыми, поэтому, по-русски говоря, не выкаблучивались. То есть они не засветились, вы хотите сказать? Нет, ну если бы они засветились, их бы расстреляли, посадили. То есть нет, за теми людьми, которые сейчас стоят, за ними стоят другие. Просто когда вы сказали, все те люди, которые за ними стоят, сегодня делают вид, что они лучшие, самые верные сторонники действующего президента. А действующий президент верит им? Вы когда-нибудь смотрели в глаза Эрдогана, хотя бы через телеэкран, вы можете себе представить, что он кому-то поверит? Я нет. И он, по-моему, когда в зеркало смотрит, не верит тому человеку, который... Он сам себе не верит, на самом деле. Ну, на самом деле, что там говорит Бенали Илдарым, неважно. Как и неважно, что говорит Реджеп Таип Эрдоган или Ахмед Давут Аглу, ну, что говорит, то говорит. Он нам не друг. То, что он человек куда более талантливый с точки зрения менеджмента, чем Давут Аглу, он не профессор, политолог и историк. Он крупный чиновник, занимавшийся проектами в транспортной сфере, которых общий объем в его министерстве был более 100 миллиардов долларов. Дело в том, что еще недавно вот такого рода ситуация с переворотом казалась невозможной всем экспертам. Генералы дружно отсидели по делу Эргенекон, молот. Причем и бывшие, и еще из-за перевороты 80-х годов, да и вообще из 60-х годов там досталось. То есть армия взяли за глотки и ласковой рукой побили головой о стенку. На посты, которые освободились, было взято второе поколение. Молодые полковники внезапно стали молодыми генералами с большими деньгами. Бюджет армии выделялся просто на ура. Другое дело, что армия жить хочет, и она очень недобро смотрела всегда на авантюру в Сирии. Да и с курдами, вот на все, что происходит. Эта армия, выполняя свой долг, сильно косилась на свое начальство. Но вообще-то говоря, по делу Эргенекон, ведь проходила ровно та парочка, которая втайне недавно, в конце мая, заехала в Дамаск к осаду. Бывший начальник военной разведки Пекин и бывший лидер националистов Перенчек. Оба подозреваемые по делу Эргенекон. Оба из окружения бывшего уже на сегодня начальника генштаба Турции, господина Акара. И эксперты, которые это знали, эксперты в штатском, я бы сказал, которые об этом знали, говорили, что, ну, наверное, Эрдоган как-то планирует какой-то поворот в сторону изменения политики по Сирии, естественно, втайне. А сегодня не очень понятно. А это он планировал изменения по Сирии? Или тот начальник генштаба, про которого мы говорили, который сегодня уже не начальник генштаба? Поэтому мы очень часто, даже видя какие-то вещи, ну, вот эта реперная точечка вот обозначена, а интерпретировать, черт его знает, каким угодно образом. Что существенно? У армии амбиции, оказывается, не потеряны. Причем там две группы. Да, там гюленисты есть, но там еще старая школа. Кемалисты, а то тюркисты. Что называется инициативная группа. Или на жаргоне спецслужб это называется инициативники. Которые, вполне понятно, договорились с гюленистами и решили вовремя убрать Эрдогана. И, кстати, как ни парадоксально, как ни странно, как ни удивительно, в том числе потому, что Эрдоган решил сделать маневр в сторону Израиля и России. Потому что все их планы были на том, что вот он провалился, и резкое ухудшение ситуации с безопасностью, и резкое ухудшение поэкономилу. Вот прямо он сейчас провалился, провалился. И что это привлекает к абсолютной катастрофе и провалу по всем направлениям, плюс еще изменение конституции, плюс скандал с парламентом, плюс-плюс-плюс. И его удастся сместить вполне себе конституционным путем. И вдруг он начал нормализацию с Израилем стремительно, используя Байдена, вице-президента Байдена, задавив фактически израильское начальство. И вдруг еще и с нами что-то. Очень вяло текущее, сумбурное, непонятное. Но всегда можно сказать электорату, ну ладно, я там с евреев получил 20 миллионов, дай я кусочек их денег отщепну и русским. Хотя, надо сказать насчет отщепнул, дом в Кемере, предложенный вдове летчика, развожу рука. А это означало, что он, оказывается, выкрутиться может вполне еще и в этот раз. У него как с Египтом, вот никаких нормализаций. В этом плане они явно решились не от хорошей жизни на попытку переворота. Явно плохо подготовились, не успели. Эрдоган уцелил, все остальное мы уже пока знаем. Но, повторяю, пока игра еще не кончена. Все-таки, на ваш взгляд, вы сказали самую главную ошибку, что они не смогли, заговорщики не смогли не вытеснить из страны, не ликвидировать физически, не взять в плен Эрдогана. Если бы это случилось, та группа, которая должна... Стоп, не группа, стопроцентное руководство армии в эту секунду, все руководство армии говорит, революция 15 июля, диктатор и тиран свергнут. Мы бы имели сейчас совершенно другие передачи из Турции. То есть, вот то, что сейчас говорят, что большинство военных оказалось на стороне Эрдогана, вас не убеждает. То есть, все было бы по-другому, если бы он попал в... Скажите, я вот до такой степени похож на идиота все-таки. Подождите. Ну, я им иногда бываю. Если о шансах, были шансы у них все-таки... 16,5%, если я вам скажу, вы поверите. Если вы скажете, могу... Ну, не смейте. Все-таки шансы, они были или нет? Потому что... Были, но они его прогадили. И прогадили ровно в одной точке. Вот реверная точка, историческая точка. Была одна, реально одна, единственная возможность. Убирая Эрдогана, большой привет Сальвадору Альенде, кто помнит. Не случилось. Не того парня послали на эту операцию. Да? Вот не ж могла и не ж могла. Трудно найти вообще, кто его не ненавидит. У него в руководстве партии справедливости и развития большие проблемы. Ну, скажем, более уж совсем крамольную вещь. Он сейчас... Он же не только Давутаглу отправляет на пенсию. Он сейчас разгоняет своих собственных людей из системы MIT, из контрразведки. Которую у него курировало исламское государство. Которое у него курировало всю торговлю нефтью с Барзани и его курдами. Потому что, на самом деле, нефтью от ИГ, от Дайша, секрет полишенеля, но малоизвестный, торгуют либо местные арабские шейхи, сунницкие шейхи. Они просто налог платят исламистам. И все. А торгуют-то местные. Либо те же курдские шейхи. И если завтра там в Сирии возникнет этот курдский буфер, так и они контрабандной нефтью будут замечательно с турками торговать, потому что деньги. Ну, кстати говоря, мы же видели это по Барзани. Не должен был лидер Иракского Курдистана в агеки веков торговать нефтью от террористов, которые курдов режут за то, что они курды, к Эрдогану, который курдов обстреливает за то, что они курды. Но бизнес многомиллиардный. Ну, в общем, да. Все решили. Поэтому у нас здесь есть много крайне любопытного. Заметьте при этом. Ладно, военные его не любили, не любят и любить не будут, и ножки-то в спину воткнут, если что. Потому что даже те, кто быстро перекинулся на сторону Эрдогану, увидев, что он жив, они же его любить-то больше не будут. Не нужно им воевать в Сирии. Почему Эрдоган, на самом деле, не ударил по Сирии? Интервенция несколько раз срывалась. Он был на грани организации удара прямого военного по сирийской территории на шаг, на полшага. Однако, смотрите, военные, ну, даже те, кто испугался его досвергивать до конца, хотя игра еще не кончена, я не знаю, там захватили командующего флотом. Если это по той же модели, что с генштабом, то тут большой вопрос. Обычно, когда захватывают в плен, это красивая формулировка, которая говорит, что тот или другой генерал, он не хочет напрямую выступать в качестве вождя революции или путча, но дает такую возможность своим подчиненным вывести его из игры. Как это было в египетской ситуации с площадью Тахрир и с Мубараком, когда высший военный совет, он вроде бы и не свергал Мубарак, он дал эту возможность кому? Исламистам. Но потом маршал Тантауэ, который был Мубараком, назначен на все посты, так потихоньку, неважно откуда, случайно вышел из угла и сказал, а теперь власть мы. И пока президента Мухаммеда Мурси не назначили, через год, да, военные были властью. И даже под суд Мубараку отправили. А что здесь невозможно? Очаги сопротивления-то далеко не подавлены. А что будет со спецслужбами, еще раз говорю, руководство которых в лице Хакана Фидана, ближайшего своего человека и его первого заместителя, сегодня Эрдоган зачищает. Свидетелей не надо, знают слишком много. Вся торговля нефтью с исламистами шла через них. Все контакты с исламистами на организацию терактов в Анкаре и в Суручи, когда взрывало митинга позиций, исламское государство, даешь, шла через них. Не дай бог заговорят. А еще и списать начнут. Какую позицию предлагают Хакану Фидану? Посла в Японию. Япония далеко-далеко. А посол это человек, который, вообще говоря, по определению не ведет политическую деятельность. А что ему сказали, когда он попытался уйти со службы и заняться политической деятельностью несколько лет назад? Ему, ближайшему соратнику Эрдогана, который вместе с ним и его сыном и участвовал в многомиллиардных сделках, это зафиксировано, с исламистами по нефти. Ему сказали, значит, ты идешь обратно на свою должность. Ты не идешь в мили-миджлист, ты не идешь в парламент. Это было беспрецедентно, когда на глава спецслужбы хочет уволиться и уйти в политику, а ему не дают. Более того, ему обещали суперведомство. Суперведомство ему не дали. Его надул Эрдоган. А сейчас он его убирает. И убирает его правую руку. Вопрос. Какая опора у Эрдогана в спецслужбах? Ну, такая. Никакой. Ладно. В ком есть опора? Суды, прокуратура, полиция, как выясняется, по-прежнему имеют внутри себя достаточное количество исламистов Фетхуллаха Гюлена. Ну, это как вот, ну, представим себе это в виде партии, внутри партии. Религиозно. Джамат – это такой религиозный орден. Тамплиеры, госпитальеры, тефтонский орден, неважно. Иезуиты, помните, была такая группа. А неважно, кем иезуит притворялся. Он мог быть абсолютно на любой должности. Он мог нарушать любые церковные обеты. Он был сначала иезуит, а потом все остальное. Так вот, с поправкой на 20-е и 21-е столетия, ну, у людей Гюлена ровно оно. Это есть вот внутренняя группа, сплоченная исключительно собственными интересами и интересами шефа. Джамат – вещь серьезная. Хорошо. С кем у него честный союз? Даже футбольные болельщики, кстати, смешно-смешно, но в Турции это мощная сила, стали врагами Эрдогана после знаменитого дела площади Таксим. Помните такое? Да, конечно. И Трабзон, это Галатасара и Фенербахче основные. А футболисты, футбольные фанатики – это Турция, которая бешено болеет на самом деле. Это очень, ну, такие хулиганы. И причем это серьезные хулиганы. Они посерьезнее-то сильно наших будут. Там с автоматами, если надо, с гранатометами. С тесаками-то точно. Больше похоже на двуручные мечи. Бандиты-бандиты. Да. Причем турецкий бандит, он же еще человек восточный. Он так, если толпа на толпу пойдет, там мало не покажется. Ну, вот как с болельщиками было пособачиться. Они вообще аполитичны, им наплевать. А он вывел на площадь Таксим бульдозеры, чтобы заменить собой Ататюрка даже в мелочах. Там стоял памятник мемориала Ататюрку, который зато стоял, что именно там был погашен путь армейский, когда Ататюрк секуляризировал армию. Это был некий символ секуляризации. Вот там были вокруг те казармы, которых задавили войска, верная Ататюрку, попытку возразить с оружием в руках против того, что ни фесок, ни тюрбанов, ни головных платков, ничего религиозного не останется, и вообще Турция светская страна. Это символ. Но потом-то там был первый стадион футбольный. Лужники такие, вот если угодно, турецкие. И внезапно, помимо светских, помимо леваков, а леваков там много, и леваки там тоже, это не Зюганов с комсомольцами, это тоже ребята, которые готовы куда угодно пойти и убивать. Взрывать, да запросто. Теракты сплошь и рядом в старые добрые времена. В студенческие организации смотришь, в основном левые. Левые, ультралевые, коммунистические, маийские, какие хочешь, но очень мало про-эрдогановских. И самое смешное, студенты и студенческие союзы. Про-эрдогановские, это гюленисты. Во времена, когда Фетхулах Гюлен... Так непонятно, как он тогда держится, если он со всеми пособятся. Он стравливает всех друг с другом. Он врет всем блестяще. Он покупает и продает одних и других. Он убирает абсолютно безжалостно своих вчерашних соратников, союзников. Никаких сантиментов. Но все равно должна быть какая-то глупа. И назначает на их место других. Ну, смотрите, убрал Давыд Аглу. Здравствуй, Бенали Илдырым. Гораздо более сильный, гораздо более жесткий парень. Причем, да, был в стратегическом запасе. Да, сидел на таком месте кадровом, которое давало возможность управлять гигантскими бюджетами, мегапроектами, да еще и немножко шить. Если уж говорить о деньгах, там все по-разному. Но при этом проекты воруют, но строить будут эффективно. Все равно за взятку только самый эффективный получит подряд. Это специфика турецкая. Нам бы ее перенять. Я бы не возражал. Тем не менее, вот была система, когда педаль газа, педаль тормоза. Эрдоган все вперед, Давыд Аглу ограничивал. Что сказали турки, когда назначили Бенали Илдырым? А в нашей машине больше педали тормоза нет. У нас теперь две педали газа. Да, при этом, когда у него кто-то из его соратников, для него опасен в качестве будущего персонажа, который может стать опять президентом или премьером и мешать ему делать, чего он хочет, он его убирает и заменяет другим. А когда к тому моменту, как у него, у того другого подрастут амбиции, ну он и этого убирает. Слушайте, при таком количестве обиженных, очень странно, что Пуча не удался. Хотите, я вам одного назову, такого же, вы его знаете. Иосиф Виссарион с Джугашвили. Вот ровно та же самая система. Великие партийные боссы и бонзы начала 20-х вообще его никем не воспринимали. Правда? Он кто был рядом с Троцким, Каменевым, Зиновием? Никто. А потом почему-то умер Зержинский, как-то очень скоропостижно. И Свердлов почему-то был убит, очень скоропостижно. Потом странное покушение на Ленина Фанни Каплан, которую, кстати, никто не казнил. Ее же не расстреляли. Правда? А почему? На лидера революции. Вот как это? Ничего, все нормально, она свое отбыла. О мятежливых эсеров, о все, что говорилось после НЭПа, который он раздавил, о промпартии, о амбиции генералов, большой привет Тухачевскому. Нет? Ну, все-таки вы считаете, что в Турции столь же жесткие репрессии? Если человек так может... Его не считали ровней многие и недооценивали его. Но, с другой стороны, мы сейчас же говорим о том, что у Эрдогана это слои населения, да, это студенты. У нас тоже были слои населения, священники, крестьяне, которых раскулачили. Ну, так он их убивал, а Эрдоган не убивает в таком количестве? А Эрдоган, другие у Эрдогана задачи, он иначе работает. Он работает мягче, другой период. Евгений Анатольевич, ну вот вы говорили о том, кто не любит Эрдогана. Ну, все не любят, и что тут? Нет, нет, вот все, которых вы перечисляли, это в основном столица, это элиты какие-то, это привилегированные. А вот все же говорят, что у него, его база, его партии, его собственная база, это турецкая провинция. Нет, тут турецкая провинция, да, конечно, бизнес Анатолий, да, конечно. И бизнес Анатолий дико провалился на конфликтах с нами, на конфликтах с Израилем, на конфликте с Египтом, на войне в Сирии, на военных действиях в Северном Ираке, на резком ухудшении с Ираном. Давайте не будем забывать, что мы, конечно, порядка 70% даем газа Турции, но 25% дает Иран. И иранцы погибают в сражениях на сирийской территории, в том числе в районе Алеппо, сейчас и Хизбалла, и иранский басид Шексир очень серьезно воюют в Алеппо против протурецких групперов. Так вот в этой ситуации бизнес-то провис. Это и когда у тебя все хорошо, ты пошел к русским строить, к израильтянам хай-теку, них забирать и опять у себя возводить какие-то технологические центры и через них торговать. Вы заметили очень странную вещь? С Израилем были отношения почти до нуля. Ну, просто раскатали под асфальт. Ну, до отзыва по слову уже доходило. А торговля выросла раза в четыре. А почему прагматичный турецкий бизнес не простил бы Эрдогану попытку нажать на его интерес? И когда авантюра в Сирии и в Ираке отрезала турецкие грузы от Аравийского полуострова, ну как вы пройдете через эту территорию, да никак, хотя бы ограбят машинами раньше гнали, они начали гнать на Израиль паромы с Аждода или с Хайфы, машины караванами пошли на Иорданию без простановки таможенных штампиков и пограничных. Все, они не были в Израиле, они просто в Иордании возникли вот откуда-то, а черт его знает откуда они возникли, вот так, телепортация. Израильские военные машины и пограничные сопровождали их, чтобы они там влево-вправо высадка каких-нибудь бандюков на израильскую территорию, контрабанда, наркотики, чтобы не происходило. Они проходили до Иордании, ну господи, максимум час, фиксировались там на блокпостах и дальше уже развозили все, то есть бизнес вырос чудовищными объемами. А с русскими что? Насчет фразы про помидорами не отделаетесь? С русскими совсем грустно. Причем те объекты, которые нужно, чтобы были турецкие строители, будут турецкие строители. Нам нужно. А все остальное, извините, там действительно многомиллиардные потери. Там потери оценивались в 18 миллиардов долларов. Там после уклончивого письма Эрдогана Владимиру Владимировичу оценивали, что Турция десятку отобьет. Однако у Эрдогана он балансирует. Вот под куполом цирка акробат тоже балансирует. Вот все обрушивается, а он ведет такой удивительный, замечательный баланс. Вы знаете, Эрдоган должен был давно уже помереть. Эрдоган с его лейкемией был похоронен уже раз 20 на моих глазах теми, кто знал реальное состояние его здоровья. Вот лет 7 назад первый раз я услышал, что Эрдоган протянет полгода. Живой. Ну хорошо. Сейчас путь пока, вот сегодня, я не зря говорю, здесь и сейчас, 15 и 16 июля мы видим, что революция не произошла, путь пока провален. Но оппозиция осталась, осталась. Хотя казалось, что военные разгромлены полностью, ликвидированы любые попытки. Невозможно было еще неделю назад предположить, что в армии какие-то подразделения во главе с их командирами будут идти на переворот. Вот невозможно с большой буквы Н. Ни один аналитик этого бы никогда в жизни не сказал. А мы что, сейчас свидетели кончины эпохи властных амбиций турецких военных? Еще раз повторяю, винтовка рождает власть. А фрегат, эскадрилья или танковая дивизия тем более. Еще 2-3 года назад говорилось о том, что роль армии в истории страны завершена. В отставку, в знак протеста против политики Эрдогана, ушло все высшее турецкое военное командование. Мы уже не помним об этом, а это произошло. Говорили, все, они подписали себе приговор. Оказывается, ни черта подобного. Есть глухое недовольство, есть стремление не допустить превращения президента в узурпатора, тирана, диктатора. Действительно, атаманского султана. Не случайно ударили ведь военные авиации по президентскому дворцу с его безумными помещениями. Ну, вот действительно, это... Раздражитель был, да. Турецкого султа. Это много писали, говорили. Раздражитель... А что? Это раздражение куда-то кончилось. И заметьте, Сирия осталась. Болевая точка еще та. В Алеппо сейчас будет очень серьезный провал. В Алеппо сунит попали в котел. Просто в котел. В Алеппо захвачен 3 дня назад стратегический перекресток Костелло, по которому из Турции подвозили из приграничного городка Азаз на сирийской территории. Боеприпасы, боевиков, все, трасса перекрыта, простреливается, караваны, машины уничтожаются, в том числе и в ночное время, если говорить о российской системе ВКС. И этот котел, конечно, будет еще месяца два. Там боеприпасов достаточно, но это провал, это котел и поражение. А в руководстве партии справедливости и развития никуда не делась фронта. А по курдскому вопросу никуда не делся кризис. То есть кризис институциональный. Архитектура власти в стране шатается, кризис не преодолен. Ну, путь Эрдогана использует. Конечно. Он его использует сто пудов. Он же Эрдоган. Вот. И давайте, как он использует это чуть попозже. А сначала все-таки про Гюлена я очень хочу спросить. Во-первых, почему он открещивается и даже говорит, что он осуждает эту попытку. Это первое. А второе, еще вот просьба вас прокомментировать. Джон Керри сказал, что США призывают Турцию предоставить свидетельство причастности Гюлена к попытке переворота. И деликатно добавили, что готовы, конечно, эти свидетельства рассмотреть. Давайте я скажу полторы фразы, которые больше не заслуживают, как он это использует. Потому что прерывать начало процесса, как известно всем людям, особенно женатым и замужним, вещь безобразная. Забываешь. Использует Эрдоган это все для получения электоральной поддержки. Для скорейшего проведения референдума по изменению Конституции. То есть пойдет ва-банк. На эмоциональной волне. Вот был переворот. Вот я его победил. Вот голосуй за меня и будет тебе хорошо. Но это очень сильно усилит недовольных. И если ему это удастся, то это будет первая победа. Он просто совсем взорвет ситуацию на очень и очень долго. А теперь Гюлена. Тогда уж продолжим эту сию. Многие же говорят, что... Ну и многие, немногие, но и политологи, и наши слушатели тоже. Что инсценировал он сам это все делать? Ага. А Буш сам лично взрывал 11 сентября башни Близнецы. А Путин вместе с Медведевым, очевидно, как подносчик снаряда, сбивал Боинг малайзийский на Донбассе. А я уж не говорю даже про дома в Москве и прочих местах. Когда я слышу, он сам все инсценировал, есть такое количество ситуаций, когда людей, занимающих первые позиции в той или другой стране, обвиняют в том, что они сами все инсценировали. Понимаете, тут проблема какая. Для этого нужен хорошо срежиссированный заговор. Ну, такой вот, правильный, мировой. Жидомасонский, англосаксонский, КГБ с Путиным во главе, Эрдогана со спецслужбами во главе или какой другой, неважно. Но он нужен. А его, к огромному моему личному сожалению, нету. Вот искал, не нашел. Искал изнутри разных систем и стран. К огромному сожалению, потому что если бы он был, можно было бы договориться. Если бы Эрдоган такие вещи, инсценировать мог, тогда то, что называется, сливай воду. Но для этого надо быть каким-нибудь старцем горы, вот лидером хашишинов или ассасинов средневекового. Вот уж нет, здесь все гораздо проще. Такой риск. Ну, инсценируйте вы, переговорот. Давайте, инсценируйте. А гарантия, что ваши ближайшие, которые инсценируют большой привет ГГЧП и отсидки товарища Михаила Сергеевича Горбачева в Фарусе, не провалят дело, и вы не вылезете в шило из мешка, уши из чего угодно. А гарантия, что кто-то из них, внезапно ваш лучший друг, ваша правая рука, ваш брат-близнец или сестра, не использует эту ситуацию все-таки в момент, да, когда... Для того, чтобы самой или самому прийти к власти. Инсценируйте, инсценируйте. А вот будет интересно. Вся история человечества показывает, что такое рода инсценировки на самом-то деле работают только, когда вы ими команды. Вот Иван Васильевич Грозный, вот он мог инсценировать что угодно. Вот у него был, помните, царевич татарский, который был посажен на царство, а он инсценировал уход прямо вот от власти, он инсценировал, что он на пенсию пошел. Только при этом у него все осталось. Все. Вся военная власть, вся государственная власть, опрещенная. И дальше он оттуда, куда он там ушел из Москвы? Куда-то в подмосковные монастыри. Чего он делал? А он наблюдал, как кто отреагирует. Ой, как наблюдал. И у Грозного не было ни танков, ни авиации в подчинении у его опричников. Одним из которых, кстати, был Годунов, который потом на царствие воссел. А ежели бы Иван Васильевич понимал, что так будет, я боюсь, что голова Бориса Годунова куда-нибудь бы покатилась сильно задолго смутного времени. А может, Аскуратов у него был под боком, а то так доинсценируешься. Нет, нет, ну что вы. Это не бывало ни в античности, ни в Средневековье, нигде. А если вы пропускаете такого рода вещи, думая, что те, кто там, они вам будут подконтрольны, тогда мартовские иды, тогда в июле цезарь, единственное, что вы можете прохрепеть перед тем, как из вас кровушку выпустят, это и ты брут. А историю все учат, поверьте. У Шердоган тоже историю знает. И турецкую, и не турецкую. У него с этим все хорошо. Рисковать таким образом. Да еще армию включать в эти игры, да вы что же, он сумасшедший, что ли? Ничего себе, инсценировка. Ну, есть теория заговора, но она есть в основном опять у российского радиослушателя, ну, или у американского, или у европейского, который, ну, вообще никогда государством, как правило, не управлял и очень плохо понимает, как этот мир устроен. Ну, уж больно все для Эрдогана хорошо сложилось, видимо, этот как-то нашего слушателя вводит. Классно, хорошо сложилось, его чуть не ликвиднули, и это совершенно случайно. Это же как-то мимо прошло. А, мимо, вы его лицо видели вот на ночных съемках? Ну, на мой взгляд, да, он все-таки смерть, я его таким никогда не видел. Чуть и инсценировка. Невеликий актер, наверное, а вид у него был действительно растерянный, ну, мне так показалось. Вид у него был, как у Сталина, когда немцы под Москву пришли. Вот примерно такой, подозреваю. Не видел, не видел его. Рассказывали.